В Хакасии с рабочим визитом находится депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко. И сегодня он гость программы «Вопрос дня». Алексей Викторович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие у вас планы по Хакасии в этот визит? Ну, во-первых, у меня достаточно большие планы, связанные с поездкой в Хакасию. Это встреча с главами муниципальных образований, это встреча с представителями, значит, Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия. Это в том числе и посмотреть производство аграрное. Это узнать проблемы и чаяния жителей Республики Хакасия. То есть такой достаточно плотный, насыщенный график. А все встречи у меня именно свойственны моему направлению работы в Государственной Думе. Имущественные, земельные отношения, ну и вопросу собственности. Вот я знаю, что в Государственной Думе вы представляете как бы Дальний Восток, да? Но вы хорошо знаете положение дела в Сибири, в том числе и в Хакасии. Вот как считаете, какие тут инициативы Республики могли бы быть позаимствованы там, на Дальнем Востоке, да? И вообще, может быть, другими регионами страны? Сейчас мы живем в 21 веке. И это век совершенно новых технологий, цифровых технологий. У нас, по-моему, скоро вся жизнь перейдет в цифру. В том числе все, что связано с правом собственности. Сегодня у нас было совещание в правительстве Республики Хакасия, где были ответственные за имущественный комплекс, за земельные ресурсы в Республике. Были представители, в том числе и Росреестра. И там была затронута на этом мероприятии программа, это национальная программа государственная пространственных данных. Значит, что это такое? Это, по сути дела, перевод всех объектов недвижимости Российской Федерации в цифру. То есть, вот экран. Можете войти в любой регион, зайти, посмотреть. Вам все это увеличено. Улица, дом. И все становится ясно. Дома, которые стоят на государственном учете, и объекты недвижимости, которые окрашены в красный цвет, не стоят на государственном учете. А значит, они не платят налоги. Поэтому это достаточно необходимая программа, в том числе и для налоговой службы, потому что это налоги, это дороги, это финансирование социальных проектов, это решение многих задач, которые стоят в республике. Ну и это, в том числе, легко и просто людям, которые желают продать, либо купить тот или иной объект. Поэтому в этом плане это огромные подспорья для решения многих проблем, которые есть у наших граждан. Получается, Хакасия одной из первых регионов, одной из первых, в числе и тех регионов, которые... Республика Хакасия самая передовая именно в реализации этого проекта. Самая передовая. И должна отдать здесь Валентину Олеговичу, губернатору республики Хакасия, который вник, который выделяет деньги для муниципальных образований, в том числе в региональный бюджет, для проведения межевания, постановки на учет и все. Поэтому республика в этом плане просто показывает очень хорошие результаты. А вот как вы можете оценить тогда эффективность работы по использованию госимущества? Это тоже немаловажная работа такая. Ну, у нас госимущество, оно разное. Есть федеральное государственное имущество, есть региональное государство и муниципальное. Валентин Олегович при встрече сказал, что у республики есть желание некоторые объекты, которые имеются в собственности у федералов, перевести на баланс республики, чтобы их использовать именно для экономики республики Хакасия. А это ведь дополнительные рабочие места, это вовлечение в оборот, это налоги, муниципальный бюджет, ну и решение многих задач, которые ставит правительство республики Хакасия. Поэтому мне нравится вот этот посыл и стремление руководства республики в том, чтобы вот те объекты недвижимости, которые не являются в собственности республики, приносили достаточно хороший эффект для экономики республики, ну и для каждого гражданина, жителя республики Хакасия. Вот еще одно такое направление. В Хакасии ведется работа по возвращению в оборот заброшенных сельхозземель. Но это процесс довольно сложный, да, юридически кропотливый. На ваш взгляд, какие успехи в республике? Значит, здесь тоже есть большие успехи. Достаточно большое количество земель возвращено государству, бесхозных земель. Вот сегодня была приведена цифра порядка где-то 350 тысяч гектаров. Извиняюсь, 55 тысяч гектаров. А в планах еще 160 в следующем году. То есть это огромный, конечно, плюс для аграрного сектора, экономики. Это плюс потенциал продовольствия и безопасности республики. Ну и это огромный плюс еще, когда вы едете по республике, вы видите поля засеянные. Значит, растет пшеница, ячмень, там другие сельскохозяйственные культуры. И это радует глаз. На ваш взгляд, какие перспективы вы видите у нашей республики? Самое прекрасное. Во-первых, насколько мне известно, республика сейчас одна из самых посещаемых в плане туристической сферы. Интерес, конечно, у туристов огромный. У нас в Государственной Думе не так же давно открылась выставка, посвященная именно туристической привлекательности республики Хакасия. И в этом плане это что-то великолепное. Смотришь фотографии, видеофильмы, костюмы девушек, исторические артефакты. Это великолепно. И желающие сюда приехать, безусловно, огромное количество. Безусловно, здесь нужно решать главный вопрос. Это с туристической инфраструктурой. Чтобы были небольшие гостиницы по приемлемой цене, кафе тоже по нормальной стоимости. Чтобы турист не испытывал каких-то сложностей. Плюс те проблемы, которые были пять лет назад. Я скажу, я ознакомился с финансовыми документами республики. Ну, слушайте, в два с половиной раза увеличить бюджет инвестиций в сельское хозяйство, в экономику. Я скажу таких примеров немного в Российской Федерации. Поэтому это говорит о том, что команда губернатора целенаправленная ставит задачи решить проблему республики, которая ему досталась в наследство. Самое, что ни на есть, простое, сложное – это финансовые проблемы. Но решая долг республиканский, в том числе и республика развивается. И это говорит о том, что интерес есть и у бизнеса, и у жителей, которые активно принимают участие в реализации всех региональных программ. А самое главное – есть интерес у Валентина Олеговича и его команды, как губернатора и правительства республики Хакасия, в реализации тех поставленных задач и целей, которые он наметил пять лет назад. И таким активным шагом идет к их реализации и делает все возможное, чтобы республика была процветающей, красивой, развитой и привлекательной для всех граждан Российской Федерации. Алексей Викторович, спасибо большое за эту беседу, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое. Всего доброго. Это была программа «Вопрос дня». В студии работала Ольга Барловская. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова